Ну вот начну с того, что меня всегда интересовало, какие люди интересны иностранным разведкам? Я понимаю, что таких критериев может быть несколько. И вот на кого прежде всего падает, так сказать, внимание? Потому что совершенно очевидно, что завербовать можно не всякого, да и не всякий нужен в этом деле. Вы абсолютно правы, что не всякого нужно вербовать. Это прежде всего. И не всякого можно завербовать. Нужны люди разные. Прежде всего нужны люди, у которых есть информация. Не просто информация, а секретная информация. Та информация, которая нужна разведке вражеской для того, чтобы планировать свою политику. Напомню, что шпионаж, разведка – это инструмент политики. Это такой же инструмент, как дипломатия, такой же инструмент, как журналистика международная. Только специфический инструмент. Практически разведка занимается тем же самым, чем дипломатия или журналистика международная, но специфическими средствами. Одним из которых является агентура, вербовка агентуры. Журналист тоже вербует агентуру. Журналист тоже устанавливает. Ну, он не устанавливает формальные отношения. Он не говорит человеку, давай мы с тобой подпишем контракт, что ты мне будешь рассказывать все, что я у тебя попрошу, а я тебе буду платить деньги или еще что-то. Но он говорит, что мне интересно тоже, чем ты занимаешься, меня это интересует. Здесь ты согласен, ты будешь мне рассказывать, я у тебя буду брать интервью. В отдельных странах, в некоторых странах за это можно даже платить деньги. То есть вот в ангросаксонском мире, в Штатах, в Канаде, в Англии за это платят деньги. Во Франции за интервью никогда не платят деньги. Практически никогда не платят деньги. За исключением только каких-то очень крупных людей, которые просто иначе не дадут интервью. Вот. И у разведки таким образом ей нужно, конечно, потому что разведка это сбор информации. Потому что многие, знаете, начитались романов, насмотрелись фильмов про Джеймса Бонда и считают, что разведка это вот там бегать надо по крышам, с пистолетом, с автоматом, спать с красивыми женщинами, ездить на гонки на красивых машинах. Вот это разведка. На самом деле, разведка это очень скучное мероприятие. Чрезвычайно скучное мероприятие. Ребята, если вы, кто-то из вас мечтает попасть в разведку, чтобы получить адреналина, как вот в фильмах шпионских, я вас разочарую, никакого адреналина в разведке чаще всего не бывает. Вот. И агентура, таким образом, это один из главных, одна из составляющих как-то средств, которыми разведка получает информацию. Есть другие средства, можно получить с помощью техники. Можно слушать, можно подсматривать, можно писать что-то через спутники, через камеры, через микрофоны и так далее. Это другой путь, который тоже дает результаты. Но, как вы сами понимаете, к человеку же в голову залезть нельзя. И поэтому, о чем думает президент Макрон, Путину очень хочется узнать. А это нигде не написано. То есть это написано только в документах, в совещаниях, например, в стенограмме совещаний, которые Макрон проводит, допустим, своим министром иностранных дел, с министром обороны, с министром внутренних дел, там, с своими сотрудниками, которые занимаются разведкой, с руководителями разведывательных и косморазведывательных служб. И поэтому вот такие документы интересны. Среди кого вербуют эти люди? Вы поняли, что нужно вербовать среди тех, кто имеет доступ. Это не означает, что обязательно нужно вербовать Макрона самого. Не означает, что обязательно нужно вербовать его министра иностранных дел. Было бы, конечно, здорово для разведки это сделать. Но это сложно. Это, как вы правильно сказали, не всех можно вербовать. Не каждый поддастся на это дело. И поэтому вербуют чаще всего в нижних этажах. В средних и в нижних этажах. Проще всего, кстати, завербовать на самом нижнем этаже. То есть, грубо говоря, у Макрона есть уборщица, которая убирает каждый день его кабинет. Эта уборщица во Франции, ну, получает она чуть больше, чем обычная уборщица где-нибудь там, в какой-нибудь там другой, в обычной фирме какой-нибудь. Вот, ну, ради престижа она работает в Елисейском дворце. Ну, получает она там на 100 евро, на 200 евро больше, чем если бы она убирала соседний подъезд просто в какой-нибудь там многоэтажке или в многоквартирном доме. Но она таким образом имеет доступ к кабинету Макрона, возможно, даже к его сейфу. И при этом она получает, в общем, не так много. Она получает, в общем, ну, строго говоря, копийки. Там по международным понятиям. Потому что для уборщицы она получает вполне приличные деньги. И вполне возможно, что она рада этому делу. И она горда тем, что она работает в президентском дворце и так далее. Но, возможно, ей не хватает. Как всем людям. Потому что нам всем не хватает десятки дополучки. Причем сколько бы мы не получали. Вот даже миллионерам. Люди становятся миллионерами, им все равно не хватает там тысячи дополучки. Да, потому что изменяется способ жизни и так далее. И вот на этом можно человека завербовать. Уборщицу можно завербовать на проблемы в день, на проблемы в день. Если вдруг она себя ощущает, может быть, недостаточно приличаемой этой властью. Потому что там, может быть, у них есть коллектив, в котором есть другая уборщица, которая работает лучше, или которая платит на 50 евро больше. Или там приглашают, или там делают. Она работу меньше делает там немножко. Вот такая вот зависть, может быть, между коллегами. Может быть, уборщица работает 20 лет, а ей там за 20 лет прибавили там всего 200 евро. Она считает, что это недостаточно за такую работу и за столько лет работы в одном месте. И, так сказать, когда человек верен своему хозяину или тому человеку, с которым мы работаем. Есть люди, которые могут попасться на диалог, потому что у них вот что-то там с головой, и они что-то там думают, что, допустим, государство, на которое они работают, чиновник, на которое они работают, нехорошие люди, не совсем они разделяют политику, и тогда можно поймать человека такого на крючок разведки, на политику. То есть есть идеологические агенты, есть люди, которые хотят денег, есть, говорят, адреналиновые агенты, люди, которые просто любят игру. Да, есть адреналиновые, есть люди, у которых неудовлетворенное эго, которые обижены за что-то на начальство, на страну, на свою службу, на свою фирму и так далее. Что еще есть? И есть компромат, когда человека ловят на чем-то, что плохо будет рассматриваться с точки зрения его руководства, его начальства, и тогда его можно компрометировать этим делом, ему можно говорить, что разведка может использовать этот материал, послать его начальству, тогда его уволят или даже еще хуже, могут даже в тюрьму посадить, если какой-то там проступка довольно серьезный. Таким образом, вот то, что мы с вами сейчас проговорили, это называется основа вербовки. Вот это основа вербовки. Когда люди спрашивают, а какая лучше? А ответ простой. А та, которая лучше работает? Конкретный человек. То есть это не означает, что идеологически, ну, в принципе, конечно, в Советском Союзе, там, у КГБ считалось, что человек, который пришел в лапы КГБ на идеологической основе, то есть на близости коммунистической какой-то, да, коммунистическим идеалам, он вроде будет работать лучше. И, в общем, история это доказывала, да, потому что самая лучшая агентура, конечно, вот, допустим, темрическая пятерка, да, английские аристократы, супер-пупер школы, и сначала средние школы, потом университеты, Оксфорд, там, я не знаю, частные школы, типа там, Питона какого-нибудь. Вот, и при всем, при том, они аристократы, то есть они писаны в свое буржуазное английское общество, кастовое, классовое общество. И по этому поводу, конечно, у них есть доступ к хорошей карьере, а карьера открывает доступ к хорошей информации. И вот кембриджская пятерка, пятерка, это вот такой классический пример, идеологических агентов. Причем, вы знаете, на самом деле, это жуткая совершенно катастрофа их личная, потому что ребята, на самом деле, верили в коммунизм гораздо больше, чем люди, на которых они работали. То есть вот к ним приходили эти советские, они советские, конечно, там, по книжке все это, и по передовице газеты «Правда» там все могли пересказать, у них от зубов отскакивало. А у этих ребят, может быть, не отскакивало, но зато они верили в это больше. И они, когда трое из них очутились в итоге в Советском Союзе, они были чрезвычайно разочарованы, и у всех почти закончилась очень трагическая жизнь. Ну, там Гай Берджин просто спился, а Аким Филдин начал спиваться, и его просто вынула Руфина Пухова, по-моему, его советская жена, ну, которая была к нему приставлена в общем КГБ, но у них получился такой настоящий роман до конца жизни, и она его спасла, потому что он просто загибался, он просто умирал, потому что его не допускали к работе те люди, которым он отдал 25 лет своей жизни, ради которых он бросил свою страну, бросил свою семью, все бросил, а они не давали, не оценили его. Вот, кстати, вот тоже такой вариант. То есть он мог потом бы заграбоваться и стать двойным агентом, когда человек одновременно работает на врага и на одну и на другую разведку, извините, а можно даже тройным агентом стать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова